Здравствуйте! Время новостей на нашем телеканале в студии Ирина Варсан. О самых важных событиях к этому часу расскажем далее. Спустя почти сутки после того, как национальную филармонию охватил огонь, пожарным удалось ликвидировать возгорание. Размер ущерба сразу установить сложно. Сотрудники вместе со спасателями начали выносить из пострадавшего здания вещи, большинство из которых восстановлению не подлежат. Директор национальной филармонии Светлана Бивол говорит, что 250 сотрудников продолжат свою работу тогда, когда им будет предоставлено временное помещение. Сами артисты рассказали нашему корреспонденту, что случившееся – это трагедия, лишившая их собственного дома. И в этот момент на месте происшествия работают пожарные спасатели, продолжается демонтаж и вывоз строительных материалов, представляющих опасность. Работает и экспериментальная лаборатория для установления обстоятельств происшествия и определения версий возгорания. Нам всем очень тяжело. Всем 250 сотрудникам. Артисты морально подавлены. Мы страдаем и переживаем из-за случившейся трагедии. Это все очень трагично, это национальное горе. Сообщения со словами поддержки нам очень помогли. Люди со всего мира нас поддержали и писали, что хотят нам помочь. Мы остались без нашего родного дома. Как и не было, историей длиною 80 лет. В этом году национальной филармонии исполняется 80 лет. Как стало известно позже, здание национальной филармонии имени Сергея Лункевича, построенное в 1912 году, будет снесено. В результате пожара обрушился потолок в главном зале, также был полностью разрушенный большой концертный зал. Значительный ущерб был нанесен и малому залу. Более того, сгорело большое количество ценных вещей, находящихся в помещении. Власти объявили об открытии банковского счета для пожертвований и сбора средств на строительство национальной филармонии. Национальное агентство по регулированию в энергетике снизило на 15 банов тариф на электроэнергию, поставляемую предприятием «Энергоком». Решение было принято по просьбе самого поставщика после образования профицита тарифа, который должен быть возвращен предприятием в энергосектор. Таким образом, цена на электроэнергию, поставляемую центральным поставщиком, составит 1 лей 20 банов за киловатт-час, то есть на 15 банов меньше. Решение вступит в силу с момента публикации в официальном мониторе. Пока неизвестно, повлияет ли это снижение на тариф для конечных потребителей. Рассмотрение дела Илона Шора в апелляционном суде Кагула приостановлено до тех пор, пока Высшая судебная палата, которая рассматривает ходатайство о перенесении, поданное защитой Шора, не вернет материалы дела в бумажном варианте. КС также должен высказаться относительно отмены и исключения конституционности в некоторых статьях процессуального кодекса. Адвокаты Илона Шора утверждают, что решение, принятое коллегией судей, логично и следует букве закона. Решение о приостановлении рассмотрения дела Илона Шора было принято коллегией судей Кагула Апелляционной палаты во главе с судьей Галиной Ваврин. Адвокат Шора Аурелио Каленко квалифицировал действия судей как соответствующие законодательству и уголовно-процессуальному кодексу. По его словам, таким образом, судья Апелляционной палаты Кагула Виталий Мавиле ранее необоснованно отклонил запросы адвокатов Илона Шора и проявил к нему предвзятое отношение. Это и подтвердило сегодняшнее решение уголовной коллегии Апелляционной палаты. Рассмотрение дела приостановлено до тех пор, пока высшая судебная палата не рассмотрит дело по заявлению о переносе. Адвокаты были правы, когда подали множество жалоб на невозможность рассмотрения дела. Поэтому мы считаем сегодняшнее решение мотивированным и принятым на законном основании. Защитник Денис Калайда говорит, что решение было верным. В противном случае в молдавской судебной системе был создан опасный прецедент. Правильно расценили это невозможным, иначе это было бы новшеством для правосудия Республики Молдова. Рассмотрение уголовного дела без материала в дело, оценки, просмотра и анализа, доказательств как обвинения, так и защиты. Исходя из фотографий, отсканированных копий из компьютера судьи. Добавим, на последнем заседании прокурор запросил отложить слушание, поскольку дело находится в ВСП. Адвокаты Илона Шора отметили, что дата следующего слушания по этому делу не была объявлена. Ясно, что оно не будет рассматриваться до тех пор, пока не выскажется в ВСП по ходатайству защиты о передаче дела в другую инстанцию, а также до тех пор, пока не будет получен ответ из Конституционного суда, который должен рассмотреть обращение адвокатов об отмене и исключении конституционности в некоторых статьях процессуального кодекса. Илон Шор не признает себя виновным по делу, которое рассматривается в Когульской апелляционной палате. Илон Шор настаивает на своей невиновности. Районные власти получат право объявлять красный код COVID-19 на местном уровне. Так, в каждом населенном пункте будут приниматься меры по борьбе с коронавирусной инфекцией в зависимости от ряда показателей. Решение было принято в четверг Национальной чрезвычайной комиссии общественного здравоохранения. По заявлению властей, коды предупреждения, соответствующие уровню риска передачи COVID-19, будут объявлены на территориальном уровне в зависимости от ряда показателей и будут рассчитываться Национальным агентством по общественному здоровью раз в две недели. Уже на их основании определят необходимость введения мир защиты на каждой конкретной территории. И добавим, это решение вступает в силу с 1 октября. Восьмидесяти тысяч тестов по выявлению COVID-19, о наличии которых ранее заявили власти, недостаточно для тестирования граждан. Об этом нашему телеканалу рассказал эпидемиолог Виорел Присакарь. По его словам, каждый, контактировавший с заболевшим коронавирусом, а также те, кто вернулся из-за границы, должны пройти тестирование, чтобы предотвратить распространение инфекции. Присакарь добавил, что государство должно обеспечить некоторые категории граждан бесплатными масками. Эпидемиолог Виорел Присакарь считает, что проверять на COVID-19 необходимо всех граждан с подозрением на вирус, а также контактировавших с заболевшими. По мнению специалиста, в этом плане Молдова должна брать пример с других стран, где проводится массовое тестирование населения. Этих 80 тысяч тестов, которые они закупят, недостаточно. Каждый пациент с легкой или тяжелой формой после лечения должен пройти тестирование. Сначала делается тест, чтобы подтвердить диагноз. Затем следует обязательно пройти повторное обследование, чтобы убедиться, является ли человек еще носителем инфекции. Во многих странах после лечения тест делают трижды. Эксперт говорит, что люди, возвращающиеся из-за границы, представляют особую опасность из-за распространения инфекции, и что все, они по приезде, обязательно должны сделать тест. Те, кто приезжает из других стран, как это было в конце августа, так и теперь, ездят на море и возвращаются из Турции, Украины или Румынии. Все они и там должны пройти тестирование перед пересечением границы, а также здесь, по прибытии в страну, так как у них может проявиться вирус, особенно на 6, 7 или 14 день. Виорел Присакарь обратил внимание, что государство должно быть более ответственным и обеспечивать некоторые категории граждан защитными средствами. Почему государству не предоставить маски некоторым категориям граждан? Не только врачам, но и пенсионерам, например. Посмотрите, как показывают по телевизору. В некоторых странах на остановках стоит девушка и бесплатно выдает маски тем пассажирам, у которых их нет. «Холода не за горами, и власти должны подготовить больше доз вакцин от сезонного гриппа», предупреждает специалист. «200 тысяч доз вакцин, которые закупаются ежегодно и, как было объявлено, будут приобретены и в этом году, это слишком мало в наших нынешних условиях пандемии коронавируса. Мы должны принять решительные меры, осознать и учесть все аспекты, обеспечить себя достаточным количеством тестов и вакцин, чтобы держать ситуацию под контролем и не допустить массового распространения заболеваний». «Посмотрите, что происходит сегодня. У нас есть пациенты с тяжелой формой. Многие умирают». По словам советника министра здравоохранения по связям с общественностью Кристины Стратулат, в настоящее время есть более 80 тысяч тестов, и еще 100 тысяч тестов будут приобретены до конца месяца. Что касается закупки большей партии вакцины от гриппа, она сообщила, что ежегодно Молдова покупает 200 тысяч доз. И это число не может быть увеличено из-за небольшого срока годности. Для получения более подробной информации советник предложил обратиться в Национальное агентство по общественному здоровью, пресс-секретарь которого, Олеся Крайтору, пообещала, что представители учреждения позже выступят с заявлениями по этому вопросу. В Москве с 28 сентября вводится частичный локдаун. Об этом заявил мэр российской столицы Сергей Собянин. В рамках усиления эпидемиологических мер всех людей старше 65 лет просят без надобности не покидать жилища. Лица с хроническими заболеваниями должны перейти на дистанционный формат работы или взять отпуск. Руководителям предприятий также рекомендовано вновь перевести как можно больше сотрудников на онлайн-режим и обеспечить строгое соблюдение мер санитарной безопасности. Тем временем не только Россия с приближением холодов страдает от выросшего количества заболевших. Для Европы настал решающий момент в пандемии, считают представители ЕС. Риск, что заражаемость и смертность от COVID-19 вернутся к прежним весенним высоким показателям, стремительно растет. Во Франции за сутки зарегистрирован рекордно высокий показатель свыше 16 тысяч новых случаев заражения, 52 летальных исходов среди заболевших COVID-19, почти 6 тысяч пациентов с коронавирусом остаются в стационарах. В Испании за все время пандемии заболели более 700 тысяч человек. За сутки количество смертей возросло на 84. Общая цифра умерших превысила 31 тысячу. Почти миллион жителей Мадрида находится на самоизоляции. Рост числа инфицированных отмечают и власти Великобритании. За прошедшие сутки более 6600 новых случаев, почти на 500 больше, чем днем ранее. На этом фоне некоторые британские супермаркеты ограничили продажу товара в первой необходимости, включая туалетную бумагу и дезинфектор. В Англии рестораны и бары вновь сократили время работы до 10 вечера. В Швеции общую ситуацию с COVID-19 можно описать как стабильную по сравнению с другими странами Европы. Однако по заявлению властей в этой скандинавской стране выросло количество зараженных. С начала эпидемии коронавирусом здесь заболело более 90 тысяч человек, почти 6 тысяч скончались. При том, что в Швеции, в отличие от многих других государств, власти не вводили тотального карантина. И добавим, на сегодняшний день в мире насчитывается свыше 32 миллионов 400 тысяч заболевших COVID-19. От осложнения умерло уже 987 тысяч пациентов. Один человек скончался, двое других оказались в больнице после того, как автомобиль, в котором все они находились, перевернулся. ДТП произошло в четверг вечером в селе Александрфельд Когульского района. В какой-то момент 33-летний водитель попытался избежать встречи с экипажем полиции на трассе. На высокой скорости он вылетел с дороги и врезался в дерево у обочины. От удара машина перевернулась. В момент аварии в салоне были два пассажира. Водитель и 29-летний парень с травмами различной степени и тяжести были доставлены в больницу. Второй пассажир погиб на месте. По данным полиции, виновник ДТП ехал без водительских прав, которых он лишился ранее из-за езды в нетрезвом виде. Вечерний выпуск программы «Время новостей». Хорошего дня. Субтитры подогнал «Симон»